всех приветствую обратно друзья на прохождение resident evil 2 ремейка прошлой серии мы прошли парковку на полицейском участке все там сделали красиво кто не видел этот ролик будет подсказка сверху всплывающая на предыдущий ролик также можно будет найти плейлист а мы добрались до какой-то канализации вместе с адой теперь это наша новая подружка и мы пойдем месить это болото пробираться через всякое небывалое дерьмо ощутим это все на своей шкуре получается что за звуки такие нет пути назад нету все мы уже стянулись как по уши поэтому нужно идти до конца нам нужно найти анет биркин вот кого мы еще неужели не было никакого другого входа лабораторию или в эту подземку куда мы сейчас вообще идем не нравятся мне эти звуки видели видели в прошлой серии ящера надо срочно уносить ноги ли он давай погнали побежали леончик почему на так медленно бежишь нельзя как-то побыстрее я просто просто по максимуму выжимаю shift типа на быстром беге дофига на самом деле реалистично да окей вода как бы у нас не цапнул своей пастью камера впереди не видно куда там бежать мусор не мусор ну понятно что здесь нужно делать вот и пришел ему конец большому ящеру и как он еще и быкует на нас и не горит конечно сразу навалили же с первых секунд какой-то жести а ну нас как-нибудь вытащат вообще отсюда да вроде все собрали ну ли он очень везучий на самом деле парень так ну ладно пока пойдет в принципе не сильно мы продамажен и так сказать ну и что стоим да и кто нажимает на кнопку окей значит нам нужно найти эту аннет задать ей пару вопросов что она знает про этот g вайрус который превращает все живое вот в таких вот чудовищ нам дают сохранение но значит сохраняемся и тут вроде даже нечего лутать особо так что да пойдемте дальше я не понимаю а да там за нами идет нет а да ты там где ничего не выйдет говорит нифига она борзая прям как в голливудских фильмах прикрыл ее своим телом да леончик держись бывало и похуже конечно да леон да леон забрали да леон да леон да леон Я у здания фабрики преследую Аннет. Раз у неё его нет, значит цель в гнезде. Кому она там, по рации, передаёт эти сведения? Получи медальон и запрошу эвакуацию. Медальон? Что интересно имелось в виду? Под словом медальон. И судя по всему нам дают поиграть за аду. Будем искать проходы-выходы. Вот вижу какую-то вентиляцию и лестницу к ней. Но вентиляция закрыта, как бы. Визуализатор ЭМП. Ага, вот так, значит, да? Реально какое-то секретное оружие. Такого ещё не было, по-моему, до этого. Никакого секретного оружия у Леона. Написаться было бы прикольно, если там завезли какое-нибудь уникальное оружие. Кроме его большого ствола. Ладненько. Придётся нам лазить по этой канализации, по каким-то вентиляциям. Ужуки тут отвратительная просто обстановка. Но здесь, наверное, снова надо применять наше уникальное оружие. Окей, все те же самые действия, что и с тем вентилятором. Угу, тут меняем направление. Да, и теперь мы открыли дверь. Так, дружочек, подожди мне, тут надо записку сейчас прочитать. Сентябрьский осмотр, неделя первая. Ага, на прошлой неделе. Но нам просто необходимо получить новый ID-браслет как можно скорее. Без него нам не добраться до некоторых участков комплекса. В общем, понятно, нам нужно искать браслет, чтобы мы могли продвинуться дальше. Того, дружочек, не будем трогать, пускай он там остаётся. Мы вот лучше патроны залутаем. Потому что патронов у нас всего ничего. И хилок нету. В принципе, мы идём абсолютно пустые. Лишние конфликты нам сейчас вообще не нужны. Ага, вижу тебя, да. Ну, снова-снова, да, сканим. В общем, что-то мы должны сейчас тут где-то активировать. Так, походу, не тут, а по-любому. Пока ничего такого примечательного не вижу. Так, давайте просканим. Ага, где-то куда-то сюда ведёт канал. Так, и тут мы не пройдём, да, никак. Значит, надо пробовать с другой стороны. Найти путь. Как снег, снег на голову свалился мне. Ага, нашёл щиточек. Окей. И вижу патроны. Вот здесь нужно это всё обязательно собрать. Дают нам флэшку. Тут уже к нам приползли эти чувачки. Тут какой-то засадой пахнет, поэтому... Сейчас через флэшечку красиво идём насюду. Бежим, 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 пока дают. Вообще, не реагируем на них. Стараемся максимально избегать. Так. Блин, всё равно меня укусил. Вот говню, блин. Я же дал ему специально две пульки в голову, чтобы... Как бы его немножко отбросить в сторону. Ну да ладно. Не страшно. Надеюсь, у Ады Хилки тоже есть. Но это не точно. И типа сейчас она это совсем не видела, да? Она говорит, что Аннет хорошо бегает. Ну вообще, да. Неплохо она так убежала от нас. Мы сейчас ещё и прихрамываем. Будет тяжеловато её догнать в таком состоянии. Так. Что там происходит? Я пока просто вижу, что тут надо сделать. Но музыка как будто за нами там... Понятно. За нами этот мужичок в чёрном плаще гонится. Ну давайте не будем терять время. Открываем двери. Окей. Меняем направление обратно. Что у нас тут опять? Вентиляция? Так. Давай-давай-давай-давай. Надо вентиляцию быстренько. Сломать. Не успеешь. Не поймаешь. А всё. А я ушла. А вот так вот. Всё красиво сделали. Так, вижу сохранение. Надо сохраниться, потому что много прошли. Буквально 5 метров. Вижу дверь обесточенную. Нам туда пока прохода нет. Интересное помещение. Давайте сразу к пульту управления поднимемся. Сентябрьский осмотр неделя вторая, да? Мы наконец-то получили новый браслет. Так что мы можем приступить к осмотру зоны сноса. Не думая, что недавние... Ага, ну то есть про мусоросжигатель нам намекнули. Выделили в тексте, что нужно использовать именно его. Там, скорее всего, сейчас мы и найдём этот заветный браслет. Который нас пустит дальше. Активировалась дверь, окей. Активировалась дверь, которая была только что обесточена. Но туда только с пропуском, да? Который как раз таки вот мы и нашли сейчас. А можно как-то выбраться отсюда? Не хочу я умирать одна. Угу. Снова мы используем наше секретное оружие. Становится... Жарко, жарко становится. Пяточки-то уже подпекает. Да, как теперь дальше провести? Здесь, может быть, надо поменять направление? Окей. Выбиваем третий щиток. И сейчас, получается, мы свободны. Ух, хорошо. Отлично. Она определённо знает, что она делает. Как бы... Очень опасно за ней следовать. Возьмём, думаю, пистик. Так, ну тут в этом проходе, в этом коридоре ничего нету такого, что можно было полутать. Что-то полезное для нас. Ну, пойдёмте вслед за Аннет. Вышли в какое-то очередное помещение. Тут, наверное, как раз таки вот это мусорожигание происходило. А можно не так резко, в глаза прям. Флешку закинуло. Да? А ты уверена, что мы проиграли? Ну да, ну да. Хм. О, черт. Ауч, ауч, это, наверное, действительно больно. Ну, судя по всему, за АДу мы закончили играть пока что. Хотя бы на данном этапе это точно. Надо будет нам сейчас за Леона. За подстреленного Леона как-то что-то делать. Спасать АДу. Из этого АДА. Ну, чё там, Леон, покажите. Леон спит, отдыхает. Чисто на расчилочке. Пацанчик. Доброе утро, солнышко. Сколько тут прошло? Буквально 10-15 минут, и получается, Леон уже очнулся, да, у него всё в порядке. Наверное, конечно, в игре по-другому время идёт, но... Это было быстро, это было быстро. Мы особо не тупили. У нас задание найти АДу. Так она тебе и ответила. Тут проход мы не сможем пройти. Через вентиляцию. Лестница поломалась. Но у нас у Леона есть свои проходы. Ну, пойдёмте искать АДу. Так, что у нас по схрону тут? Брать ли ещё одну хилку с собой? Я думаю, нет. Лучше возьму, наверное, траву. Траву как раз замешанную с синей травой. Я думаю, это будет отличная хилка на этот участок игры. Тут, скорее всего, будет всяких... Много всяких мерзких тварей, которые будут нас пытаться отравить. Или что-то типа этого. Какими-то токсинами в нас плеваться. Ну, типа, стопудово просто... Читаем, а читаем им. Так, ну тут только вниз, окей. В эту говнотичку. Тут каким-то мистическим образом оказались патроны. Окей, по патронам у нас, в принципе, порядок. Боюсь представить, какой там, может быть, запашочек вообще в этой канализации. Как там вообще можно находиться. Видел проходик, но у нас пока нету ручки от этой двери. С осторожностью двигаем дальше. И тут у нас развилка, да, направо и налево. Но налево у нас тут, судя по всему, тупик. Но тут наверняка что-то лежит. Например, патроны на дробовик. Да. Отлично, это то, что нам нужно. Отлично, перезарядили. Теперь у нас полная обойма дробовика. По-моему, полная, да, там? 7 или 8 патронов. О-о-о, ну что-то нас сейчас встретят впереди, но это по-любому. Просто 100 баллов, как бы. Сейчас мы на кого-то наткнемся, рано или поздно. Так, а в этом уголке у нас что-то лежит. Жаль, к сожалению, тут кроме всякого мусора ничего больше там не лежит. Окей, тут были какие-то спецназовцы. Подобрали видеокассету. Видеокассету. Блин, их тут вообще прям всех перебили. Ага, ага. Я тебя увидел. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Чтобы не догнал нас. Сюда какой-то проход есть. Так, ладно, пока что не сдаемся. Я не стал проверять там все остальные проходы. Я думаю, что они закрыты пока что для нас. И нам нужно двигаться дальше, ниже, скорее всего. Типа, начать исследовать территорию с самого-самого низа. Так, а в этом закуточке у нас что-нибудь завалялось, нет? Ага, вижу, уже спускаются эти кенты. Ну, у нас сегодня прямо храбапак какой-то. Какие-то ужасные звуки слышу впереди. Так, синюю траву. Ну, есть типа слот, но я пока не буду ее брать, потому что... Мало ли мы сейчас найдем что-то более ценное. Так, там уже что-то поплыло впереди. Видимо, настал этот момент, когда мы сейчас встретимся. Ну, вот порох надо забрать. Я думаю, что порох это важная штука. Значит, нам сюда, по среднему каналу. Вижу уже, что там что-то лежит. Окей. Так, у нас много патронов на пистолет. Давайте пистолетиком постреляем. Я так понимаю, надо в эту шишку стрелять, да? Ну да, судя по всему. Какой-то момент. О, еще в эту шишку не снимать. Не ладно. Мы подпускаем эту мерзость так близко. Так что она там сливает воду. Паразиток, так, легко. Ну, мы так легко не сдадимся. Никидываем, накидываем глаз. Ну, давай, падай. У меня очередная перезарядочка. Отступаем, фактически. Давайте с дробовика, чтобы попробовать. Окей. Что это было, пока трудно сказать. Но мы эту тварь уложили. И хорошо, как бы, малой кровью абсолютно. Не получили урона. Угу. Ну, проходим, проходим пока дальше. Насколько это возможно. А вот это уже интересно. Да, полностью согласен с тобой, Леон. Это действительно интересно. Какой-то фуникулер стоит. Если он рабочий, то мы на нем могли бы отсюда выбраться как-то. А, инвентарь-то у нас забит. Некуда паттлы на дробовик положить. Копия письмом в офис Умбрелла. Директор Оуэнсу. Угу. Ситуация вышла из-под контроля. Несс заражена вирусом. Получается, доктор Оуэнс в этом во всем виноват. Это его рук дело. Тоже он причастен. Открываем шкафчик. Как мы выяснили, старые тут замки. Ах, и тут патронный револьвер. И на него тоже нет места. Че делать, блин? Да, уж отличный вид тут. Но я, наверное, сейчас ничего тут больше не придумаю. Были бы тут какие-нибудь враги. Я, по-моему, может быть, ножи бы им повтыкало так. А так, особо вариантов нету. Пойдемте дальше. Думаю, мы еще вернемся туда. А вот и Адам. Вот мы ее и нашли. Нам, типа, намекают на дверь, да, что как-то... Что Ада в опасности. Окей, ее надо спасти. Карта канализации. Блин, большая, достаточно лока. Давайте посмотрим аудиозапись. Не, видеозапись. Не аудио, я думаю, что видео будет. А этого паренька-то мы знаем. Мы с ним уже сражались. Это и есть тут Уильям, да, который какой-то ученый, да? Насколько я пока могу понять. Окей, аудио-кассета нам больше не потребуется. Очередная какая-то бесполезная записка, но... Наверное, как-то через нее подается лор. Ножичек один скинем, один оставим. У нас имеется много пороха, и его можно объединить, в принципе, с высококачественным порохом. Потому что патронов на дробовик у нас маловато. А без него совсем тяжело. Думаю, что скину хилку одну. В принципе, пойдем на одной хилке. У нас чисто много патронов, поэтому... Будем подавлять огневой мощью нашей. А что у нас тут? А тут я вижу очередную загадку, да? Как открыть дверь? Потирал инструкции. Окей, тоже бесполезная записка. Значит, тут у нас есть подсказка. Ладья, значит, рядом с конем, но не смотрит на ферзя. Роль с ферзем стоит порознь, но развернут к коню в самом конце. А сам конь расположен не так, как на футляре. Вижу коня уже. Вижу тут недостающие фигурки, да, шахматные. То есть нам придется идти искать эти штекеры в виде шахматных фигурок. Где-то они тут разбросаны по всей этой канализации. Ну что ж, ну что ж. Ничего другого не остается, как бы. Видимо, спасение ада лежит через эту дверь. Именно через эту. Так, вижу красную траву. Ладно, соберу красную траву. Опа. Очередное приспособление. Ручка для... Для проходов. Но тут письмо от Клэр. Иди без меня, ты уже почти выбрался из города. Ну, видимо, так мы с ней и не встретимся. Только где-нибудь, наверное, в конце. Уже на финальном этапе. Питанция доставки. Огнестойкий сейф. Кодовая комбинация написана на боковой стенке. Ну, пойдемте посмотрим, что там за комбинация такая написана. По поводу приспособления, да. Видел я уже такую дверь. Да, это приспособление можно использовать. Сейчас бы понять, как до этой двери обратно добраться, чтобы этот проход открыть. Ага. Вот на этой стенке, да. Два влево будет. Двенадцать справа. И восемь влево. Окей. Ничего сложного. Открываем сейф. Улучшили наш дробовик. Получили приклад. Очередной теперь у нас такая нормальная балэмбала. Там за спиной висит. Так, тут у нас ничего нету, но спускаемся вниз. Тут уже слышу, да, тут уже вот стоит уже друг за стеночкой и ждет. Давай, давай, иди сюда. Подходи, не стесняйся. У меня там патронов на всех хватит. Так, ты тут один. Надо его добить быстренько. Окей, идет толстяк еще на нас. Но с ним церемониться не будем, мы просто дроблю в голову. И вот этого бы еще надо бы нейтрализовать. Чтобы уж точно он тут больше не путался под ногами. А то и тут нормальная тусовка. Их тут трое. Они могли нас очень хорошо встретить. О, так, зеленую траву мне надо. Как раз получается еще одна большая хилка у нас организовалась. Хорошо, что я скинул все-таки ту хилку обратно в хранилище. Вот, наконец-то мы можем использовать приспособление. Откроем какой-то проходик, просто рандомный, который нашли. Это по-любому будет какое-то супер полезное помещение, раз оно было закрытое. Вижу, что лестница уходит наверх. Давайте пробежимся. Да, там тоже есть какой-то проход. Это, случайно, не тот ли проход, который я видел? Оп, тут единственная сломана эта штука, да? С этой стороны, видимо, не получится с ней повзаимодействовать. Ничего не сможем сделать. Ладно, спускаемся обратно. Ну, висит что-то тут, ключики какие-то, да? Ключики с красным брелочком. Окей, я понял, от чего это ключи. Видел я двери. С красной пометкой. Как раз где мы... Где-то мы пробегали в какой-то коридор, где вот просто было много дверей. И одна дверь, или две двери точно были с этой красной пометкой. Ой, куда бы нам сейчас лучше двинуть? Здесь по этому каналу. Откроем срез, да? Это, наверное, срез какой-то получается. Вот здесь обязательно нужно посмотреть. Отлично. Выберем гранаты. Гранаты нам точно спасут жизнь. Потому что тут эти большие какие-то лягушки плавают. С ними по-другому никак. Окей, средний канал у нас полутон. А, мы вернулись в средний канал. Я понял. Значит, нам нужно в тот проход, который был закрыт. Теперь пробежать. Нет? Чуть-чуть, чуть-чуть. У меня нет для тебя лимончик. Давай, покушай. И мы с тобой сейчас пообщаемся. Где там у него? Это, горб этот, шишка. Окей. Первую шкурку сбили. Мало-мало патронов. А, цпшка. Всего семь. Никаких обгасов я не получил. Я, судя по всему, и не получил. Я сейчас положить к своему... Положить к своему другу поближе. Ммм. Ну, давайте возьмем эту траву. Мы сейчас куда-нибудь выйдем. Я думаю, что мы сможем ее использовать. Думаю, хилку скоро придется уже использовать. Где-нибудь нас сейчас коцнут. И тогда уже можно будет захилиться. А, ну тут в среднем канале... Можно вернуться обратно, но пока не буду. Надо посмотреть, куда здесь у нас уходит. И как назло, у меня нет места, да. Как всегда, нет места. Вот, не посмотрел дальше. Просто вот полутал траву. Забил себе место в интере. Так, ну на эти патроны у нас места будет. Это по-любому. А, это что? Это лежит? Это пленка, да? Вижу сумку. Вижу тут такую пожилую ловушку. Ммм. Хе-хе-хе. Ну, надо тратить ножи. В принципе. Некуда нам больше эти ножи использовать. Нормально он завалился. Ладно, вот отлично. Наконец нам дали надбедренную сумочку. Еще плюс два слота. И теперь, теперь уже у нас поместится и патроны для дробовика, которые мы оставили. Так, вот пленку я пока не знаю. Вернемся ли мы вообще еще в полицейский участок. Ну, наверное, она нужна. Ммм. Так, у нас выход из мастерской есть, да. И две комнаты у нас есть. Комната отдыха рабочих. И комната подачи воды. Ладонько. Сейчас вернемся за патронами для дробовика. Я считаю, это сейчас первая необходимость наша. Потому что вот только что мы сразились с этим большой какой-то тентаклей непонятный. И патроны на дробовик она съедает конкретно. Так, тут где-то около фуникулера. Я помню, мы поднимались в комнатку. И там тоже оставили патроны на дробовик. Думал я сейчас как туда пройти, но... Я думаю, что мы сейчас найдем путь. Оп, кто, блин, закрывает двери изнутри? Нифига себе, он там стоит. Угол нюхает. Тут у нас... Загорает пацанчик. Ладно, мы его не трогаем. Открываем дверь. Блин, что же у нас тут такого они спрятали? На брошюрке... Ага, код от сейфа... От шкафчика, который мы уже открыли. С СЗФ. Ну, это я уже и так помнил с головы, с первого сценария. Открыли какой-то проход. Ладно, подвинули шкафчик. Что-то местечко у нас не густо, конечно. Только-только получили улучшение, а уже инвентарь забит. Какой-то непонятной фигней. Порох. Окей, порох, порох. Это нам нужно. А, ну пойдемте. Ага, пойдемте. Ну вот и пришло и время для хилки. Я думаю, сейчас самое время. Окей, один слотик теперь у нас есть. И надо вторую комнату посмотреть. Как она называлась? Комната хранения воды вроде. Все, нам эти ключики больше не нужны. Отлично. Получается, мы молодцы. Мы много чего исследовали. Так, нам дают пороха. И такого и сякого. И сейчас надо придумать, как лучше соединить. Сделать на пистолет патроны или на дробовик. Потому что у нас одна пачка пороха. То есть мы можем сделать, типа, много патронов на пистолет или много патронов сейчас на дробовик. Вот дилемма, да? Ну давайте на дробовик, скорее, наверное. Дробовичок все-таки получше заходит как-то. Бошку сносит нормально. Ага, я понял, что у тебя. Заходи. Вот так. На порцию люлей. Один есть где-то. А, и второй уже тут. Вот так вот сносим имбошки. А, и все. Нам, типа, мы, получается, по кругу прошли, да? Нам больше некуда идти. Вот не уверен, что с этой стороны мы сейчас сможем куда-то выйти. А, мы отсюда пришли. Понял, принял. Забираем деталь. Как нам теперь двигаться? Один штекер мы забрали. Нам сейчас на мастерской через лифт вниз надо как-то попасть, да? Пробежать. Добраться бы до этой мониторной или что там была за комната. Комната управления. Забрать, забрать бутик. Но мы точно, мы точно еще не все исследовали. Где-то еще есть эти штекеры. Не особо понимаю пока где их нужно искать. Где-то они тут есть, это по-любому. Сделали по-простому. Не будем ничего особо придумывать. Тут быстренько сейчас скатимся по горочке еще раз. Ой. Такой, наверное, балдеж в этом дерьмице искупаться. Ай, фу. Просто... Немного противника. Противника, конечно. Там такая... Нормальное такое говнецо льется. Так. Вот, вот, наконец-то мы добрались до фуникулера. Сейчас поднимемся в это помещение, где мы оставили патроны на дробовик, насколько я помню. И патроны на револьвер. Получается, с этой комнатой мы закончим, мы ее зачистим. Так, дробовик у нас перезаряжен. Окей. Вот, на револьвер это, конечно, очень кстати. Как мы видели, револьвер достаточно хорошо сносит именно вот эту оболочку у этих тварей. Я не знаю, что это за какие-то G-твари под G-вирусом. Так, надо бы что-нибудь скинуть. Трава раз. Порох два. Пленк три. Крислота остается. Взять ли что-то с собой. Еще дополнительное. Ну, у меня есть место под три штекера. Если мы сейчас за ними пойдем, то нам будет куда их положить. Давайте сохраняемся. И двигаем еще раз по кругу. В ту же местность. В эту пучину ада. Тот пацанчик лежит. Он даже не встает. Даже не дернулся. Я думал, если честно, что он встанет. Так. Мы... Тут мы всех положили уже, да? Да. Вот здесь этот левый проход, который мы открыли. Вот тут надо сейчас все повнимательнее посмотреть. Потому что... Ну, тут у нас, судя по всему, все полутонно. Да, у нас все синимким горит. Потом пойти направо. Вверх. Я думаю, как пойти за штекером. Чтобы потом мы еще могли вернуться. Тут же мы какие-то срезы открыли. Куда-то что-то мы можем пробежать. Окей, ну пойдемте в этот нижний канал посмотрим. И вот тут мы сейчас что-нибудь и найдем в этом нижнем канале. Он у нас абсолютно не исследован. Обидно, обидно, что вот этот проход, получается, он где-то этажом выше. Пока я не особо представляю, как до него добраться. Но наверняка все очень просто. Ёптвою. Да, что это за хреновина? Так не только везде эта хреновина, а куда она делась еще? Вот в чем вопрос. Давайте сразу берем хаешку в руки, потому что... Уже по звукам слышу, сейчас будет горячо. Угу, вижу, лежит, да. Ну что, рыпнется, не рыпнется? Что-то она как-то не реагирует у нас вообще. Я понял. Держи покушать. Небольшой бамс. Так, так. И сколько тебе нужно среволюровать, ребят? Супер, вообще, два покрона, в самую очередь. Пусть там милизгу отстреляем, да, все. Все, походу, чисто, значит. Пойдемте далее. Но я думаю, что... Эта фигня тут не последняя сидит. Ага. Нет, ну вот это вы, конечно, классно, ребят. Придумали я тут... Давайте, может, пробегу. Посмотрю, что тут. Место есть. О, патронный револьвер. Отлично, отлично, супер. Просто великолепно. Ну что ж, давай. Давай, давай, сына, подходи. Че-то тут своей твари выпускаешь. Своих детей. И, наверное, смерть отправляешь. Так, промахнулся. Еще раз промахнулся. Офигеть. И что? Эта хрень еще жива сейчас, хотел сказать? Окей. Вот мы и потратили подобранные патроны на револьвер. Мне показалось, или эта фигня была покрепче? Блин, и еще одна фигня. Ну, это нечестно. Не много ли, да, тут как бы на один квадратный метр? Аж три этих тварей. Много на них ресурсов-то входит. Да, у меня еще и перезарядка. Так все очень вовремя. Блин, еще Эдер напрягает, стоит. Вообще не кстати. У меня с пистолетом тяжеловато идет. Не хочет, не хочет с пистолетом. Так фигня уничтожаться. Я тут. Алло, повернись к мне, давай. Глазик покажи. Окей. Хватит, хватит дергаться. Ну, все, отлично. Ну, теперь, я надеюсь, мы тут все зачистили. Еще и посмотреть, как красивый инвентарь почистили. Теперь у нас там места просто дофигища. Я уж очень надеюсь, что мы тут не зря воевали. Аж с тремя этими тварями. Там сейчас действительно будет что-то весомое, что-то интересное. В этом помещении. Тут, насколько помню, мы огнемет подберем, что ли. Тут была эта игрушка, но она уже сбита. А эти игрушки не восстанавливаются. Красная трава. Ладно, место есть. Берем. Тут начинаются загадки, да? Судя по всему. А, вижу, вижу, да, там огнеметик лежит. Так. Закрываем тут шермочку. И... Да, ну, понятно, он встанет. Но пока он лежит, мы его не трогаем. Открываем проходик дальше. Так, что у нас тут? Тут нужен штекер виде короля. Давай. Пока. Приятного полета, так сказать. Ага, вот так, да? Ну, теперь мы зато сможем огнемет взять. Вот этих двух пацанчиков сейчас уберем. Вот так вот вместе хорошо. Было бы неплохо, если можно было бы одним выстрелом две башки раскроить, но... Мечтать не вредно, как говорится. Зато мы сейчас получим огнеметик. И это такое неплохое усилие нашего арсенала. Химический огнемет удерживаете, чтобы выстрелить огнем. Там... Чем дольше мы, по-моему, этим огнем стреляем, тем... тем сильнее пламя. Окей, открываем срезик. Теперь нам бы унести эти штекеры, придумать, как нам бы все эти штекеры забрать с собой. Потому что сюда мы уже возвращаться точно не будем. Сейчас тут начинается небольшая загадка. Кажется, я понял, как ее решить. Здесь вставляем королеву. Окей, это не точно таки. Так, королеву надо вставить. Я почему-то короля вставил. Так, и теперь открываем тут. Сюда вставляем короля. Делаем сейчас ультра крутой мув. Смарт мув. Просто забираем отсюда штекер. Да, все. Мы выходим теперь с той стороны. У нас с правильной стороны панель. Забираем штекер. Все. Загадку мы решили. Теперь осталось придумать, куда нам девать огнемет. Поставлю вместо пушки, на которой у нас патрона нет пока что. Где меньше всего патронов. Так. Окей, откройте дверь. Используй штекер. Но у нас, по-моему, еще не все штекеры есть. Здесь мы забрали два штекера, но вот там, по-моему, нужно три или четыре еще дополнительно. Вот не помню, сколько там было этих отверстий для штекеров. Но в любом случае идем на выход. Хватит с нас, как бы. Тут что-то в канале у нас не полутанное. А вот, типа, интересно, что? Травка, наверное, да, зеленая? Окей, давайте траву подбираем. Объединить. Так, отлично. Ого. Как неожиданно и приятно. Ну, может, хватит тоже, но сколько с ними уже не можно сражаться? Там три штуки. Тут еще одна. Получается, четыре штуки на... на одно помещение. Еще другая очень часто стоит, смотрит. Че там стоишь, смотришь? Я как бы быстренько уматываю отсюда. Не знаю, как ты. Оставайся, если хочешь, а я пошел. Так. Надо что-то с тем проходом придумать. Не знаю, пока что, как до этого прохода добраться. Давайте попробуем через средний канал. Просто я что-то не понимаю, куда он там уходит. Есть ли вообще варианты какие-то до него добраться? Ну, нет, судя по всему, вариантов тут никаких нету. Тут просто аквапарк. Ну, давайте здесь поднимемся, что ли, повыше. Там вот этот проход был на этажом выше, да. Но мы поднялись. Видимо, недостаточно поднялись. Мы сейчас в мастерскую попадем. И, по-моему, от мастерской было... Было налево, что ли, да? Нет. А, теперь на правую с этой стороны. Если смотреть, то... Налево мы уйдем опять вниз. Да, есть вот какой-то справа проход. Ну, а что нам этот проход особо дает? Я пока не понимаю. То есть, есть ли в нем смысл вообще какой-то? Или это просто как короткий срез? Ладно, берем штекер. Двигаем тогда сейчас в правую сторону. Спускаемся, спускаемся вниз. Где-то тут должно быть. Ну, 100%. Других вариантов уже просто не осталось. Предлагаю затестить огнеметик. Новую пушку. Да, тут же нас по-любому будут встречать. Ну, как же иначе. Горите, горите, ясно. Так, чтобы не погасло. Ага, да. Давай, давай, еще горящий побегаем. Совсем, да? Ничего не смущает? О, жесть. Вот это меня сейчас тоже вели. Отлично. Пушка новая. Просто суперская. Работает как часы. Да. Ну, продолжаем. Что поделать? Пойдем тогда сейчас еще раз туда. Окей. Быстрое сохранение нам снова через эти кишки идти, да? И снова воевать с очередной этой тварью, да? Зараженный джи-вирусом. О, бля. Ладно, что ж, идем еще раз. Хорошо, хоть мы играем не на хардкоре, а на стандартном уровне злобности. Тут есть автосохранение такие прекрасные. Потому что я уже не помню, когда я последний раз сохранялся. Да, да, стой, смотри. Можно, да? Это пушка хорошо действует, потому что на зомбаре как-то, наверное, не сомневался. Попрыгает. Ну, вообще, да. Вообще, вообще неплохо. Так, траву не забыть. Ага, две хилочки. Ну, в тот раз, наверное, вот, действительно моя вина, что я не успел прожать хилку. Надо было не убегать, просто напролом бежать, а подхилиться и тогда уже двигаться и может быть, отстрелить, попробовать лишний там этот балласт, который к нам двигался. так, ну, что, куда мы вообще вышли? В средний канал? Там мониторная. Получается, надо подняться сейчас здесь повыше. А, так, где там дверь была? Вот здесь. нет. Нет. нет, нет, не сюда. Не сюда. Нам нужно попасть снова на этот лифт, который мы нашли. Где-то мы его там открыли в среднем канале. вот сюда, по-моему, да, этот лифт был. Через этот проход, который был закрыт, потом он стал открыт, мы его открыли. Да, 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 тут эта говнотечка, аквапарк, сидела. Вот сюда нам нужно. Ждем, ждем, вызываем и поднимаемся. Так, цепляем еще раз штекер. Сюда мы уже больше не вернемся, я надеюсь, там... Да, мы там откроем этот короткий путь, получается, и все, и мы там уже до мониторной, нам будет добежать на раз-два вообще. Ну что ж, этот коридор оказался сложнее, чем я думал. Более такой напряжный, чем все эти твари, которые мы только что перебили, с которыми мы встретились. Окей. Я подготовился в этот раз, так что ничего у тебя не получится, мадам. И у тебя ничего не получится. Ножечко возвращаем. Не знаю, насколько этот проходит нужный, но, наверное, да, мы бы не смогли тогда штекера бы взять, потому что там платформа поднимается сразу, и у нас, получается, отрезан путь. Хотя там был лифт. А там же ведь был лифт, через который мы пришли, мы могли бы также схватить штекер и убежать обратно. То есть, чтобы еще раз вот здесь круг не давать. Ну ладно, ничего страшного, двигаем дальше, не теряем времени на размышлениях о том, как могло бы быть. как есть, так и есть. Так, тут сейчас нам, нам что-то наверх нужно, да? Я уже начинаю путаться в этой местности. Да. Возвращаемся мы обратно в мониторную. Чувачок там все лежит, отдыхает, вообще ему по кайфу он там. Он в отпуск уехал, лежит себе, загорает. Так-с. Ну, пойдемте воткнем штекеры. Надо подумать, как тут эти штекеры втыкаются. Так, получается, ммм, что у нас по штекерам? Давайте, наверное, соберем их, сейчас все начнем изучать. Штекер в форме слона. Хорошо. Штекер в форме ладьи. Что там у нас по подсказке было? Ладья, значит, рядом с конем, но не смотрит на ферзя. Ммм, король с ферзем стоит порозень, но развернут коню в самом конце. А сам конь расположен не так, как на футляре. Ну, пешка, скорее всего, правильно стоит. Так, вставляем сюда этот штекер. Ммм, сюда пока не знаю. Наверное, на ту сторону от коня поставить. Может, кто... Ну, видимо, по подсказке конь стоит не с той стороны, явно. Так, а что делать с этой стороной? Вот это, конечно, хороший вопрос. Штекер в форме короля. Так, этот у нас был слон. И это штекер в форме ферзя. Хорошо, давайте сюда тогда поставим королеву, то есть ферзя. Сюда короля. Сюда тогда слона ставим, да? И по идее... И по идее ничего не произошло. Значит, что-то мы где-то поставили не так. Так, ладненько. Скинем вот это приспособление. Не знаю, напишут, что оно как бы не нужно, но может пригодится. Ммм. Давайте поменяем местами ферзя и слона. Уже так сейчас заработает. Нет. Эффекта нету. Блин, а как же там тогда было? Так, ну тут похоже надо просто поменять что-то местами, потому что с правой стороной я точно уверен, что все правильно. Так, поменяем местами слона и короля получается, И все равно ничего не происходит. Ладно, поменяем короля и ферзя от одной местами. Отлично, блин. Такая достаточно душная загадка получилась. Almost there, almost there, да. Что у нас? Места дофига. Взять что-то можем. Нужно ли вообще? Взять порох или хилку? Вот в чем вопрос. Ничего не буду брать. Сохраняемся. И пойдемте спасать аду. Скорее всего не все так просто будет, да, но тут сейчас там что-то рычало за дверью, поэтому даже игра дает специально автосохранение, значит сейчас действительно будет какая-то нереальная заварушка. Так, траву зеленую, если что, я видел. нету электричества, ну конечно, нету тока. ну ладно, мы в принципе готовы, у нас три хилки есть, так что думаю, проблем мы испытывать никаких не будем. так, что у нас тут, ага, как хорошо-то, с одной локацией сейчас собрали, с одного коридора, можно сказать, собрали целую хилку. Так, тут снова нужно попасть в красное отделение, на обеих сторонах, а, так, как бы его выровнять вот так, окей, попал, ладно, так, сойдет, видимо. Ну, что, пойдем аду спасать или как? Ничего не происходит, вот, ага, нифига себе, окей, понятно, хе-хе, ну, должно было что-то произойти, и вот оно как раз произошло, а, 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 что делать с тебя? Угу, он так и будет, типа, спамить, через крышу просто вот, ну, давайте патин так ли, что ли, постреляем по его, окей, ладно, здесь, вот, вижу глазики, вижу, вижу, но, не так, просто по ней попасть, вообще, готовы ли мы к сражению с ним, ай, снова это фигня, да, да, та самая фигня, а то у меня сейчас горит, вот это глаз у тебя, ничего себе, неплохо попал, неплохо, отдаю должное, как бы, да, у меня такой же вопрос, типа, а почему он такой большой, почему он такой огромный, стал, какой-то, слишком, слишком мощный, чем больше он получает урона, тем он больше становится, что ли, окей, запускаем контейнер, ножик, да, лучше бы дали что-нибудь полезное, там на ревальвер, например, патроны, чем мне сейчас вот его отстреливать, обычными патронами, дают патроны, но не те, вот, вот, вот эти патроны нужны, вот это, то, что как раз нужно, отлично, мы вернулись, так, контейнер, давай, приезжай обратно, сейчас его зафлэшим, угу, сейчас мы его зафлэшили, так, так, погоди, килимся, не получился у нас коварный план, ну как его же задело, почему, почему его не сбили, он тем более ничего не видел, такая подстава, конечно, и вот он сейчас, чем нам его останавливать, только если, такими старыми способами, вот надо, чтобы он типа как упал подумать, окей, давайте жмём кнопку, давай, ну, ну, получится, что, как, как ты живёшь, чел, как ты живёшь, почему его не скинуло, ну погнали раунд 2 делаем что все то же самое пробуем еще раз он у него на спине еще весь глаз он опять упал окей ну ждем ждем блин давай давай быстрее пожалуйста ну нет ну нет ну нет ты не такой сильный на связи пока увидимся с тобой где-нибудь дальше по-любому увидимся не думаю что это тварь откинулась но я бы не был бы так уверен что с ним все покончено надеяться как бы можно до надежда умирает последний чё там у нас вообще происходит дали нам патроны на пушку на нас всего лишь четыре слота на оружие некуда нам девать можно просто в руки взять наверное дать расстреляем все патроны тут и будем уже думать дальше что делать и вот теперь мы можем спасти аду рак ада ада ада-а-а-а-а-а-а-а-а-аetat воиноват ада смывается секунд я не могу его установить я-а не знаю если я locусь я просто делай это не могу идти с таким дамочка дамочка зачили все в порядке ты в надежных руках сейчас как у леона все быстренько заживет давай не нужно таких жертв ой какая же не что-то я не помню чтобы она это проболтывал за счет лаборатории нас что-то темнит ада до сих пор не рассказывает до конца нам всю правду идите в лабораторию окей значит мы действительно поедем на этом фунику лёре так нам бы сейчас наверно что-нибудь захватить с собой типа у нас как бы тут дается возможность сохраниться заглянуть наш схрон взять хил куда нет хилки есть давайте порох возьму ну пленку уже не варить брать мы уже все и пускаемся ниже в лабораторию мы уже в полицейский участок не вернемся наверное там был была возможность вернуться полицейский участок когда мы открыли проход обвинули этот шкафчик железный и там был да скорее всего лифт какой-то ну как пожелаете мадам как бы я предложил ваше дело отказаться был там до проход интересно что там было на этой пленке по моему какая-то подсказка по тайнику но уже лень это тайника сказать давайте двигаться дальше у нас в принципе всего хватает поэтому залазим фуникулер так а тут у нас окей да нам намекают типа что пути обратно уже не будет это билет в один конец но в целом в целом как бы все выглядит достаточно неплохо на первый взгляд что-то в мониторной осталось честно говоря без понятия что там вообще могло остаться мы там вроде все посмотрели блин сейчас очень длинный путь понять бы как добраться до полицейского участка стоит не стоит вообще бежать туда мне как-то вообще не особо хочется это делать потому что ну в принципе да полицейский участок у нас весь осмотрен вот и в исключении у нас офис шефа в которой мы попасть не можем и дощечка в западной кладовой и короче фиг с ним двигаем дальше не думаю что мы там что-то особенное потеряли двигаем двигаем лабораторию она не кладу и но и 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 Ты доверяешь мне? Серьезно, если я не сделал, ты вряд ли не был. Правильно. Я думала, что я нужна ваша помощь, и я прав. Если вы можете защищать г-вирус, я могу уверен, что что случилось в Раккум-сити никогда не случится снова. Нида, ты сказал это самостоятельно. Это судебный федеральный. Я не знаю, что правительство. Леон, посмотрите мне. Я сейчас в обязательстве. Если я закончу этот факт, то ты последняя успеха, которую я получила. Я не просто оставлю тебя здесь. Что, если ты встал? Что, если ты нужна помощь? Неплохой, неплохой ход. Я буду в порядке. Не волнуйся о мне. Мне нужно увидеть это. И я хочу снова увидеть тебя. У меня планирую, чтобы жить, верите мне. Теперь, приезжая на Нест. Пойдем. Пожалуйста, у нас не много времени. Вы нужны для этого. Окей. Окей, окей, что поделать. Леон. Придется идти. Пойдем на тебя. Я знаю. Ну что ж. Получили мы браслетик, да? Теперь мы сможем попасть в лабораторию. Думаю, будем потихоньку закругляться. Затянулась уже серия. Такая вторая подряд уже выходит. Длинная серия у нас. Пишите ваши впечатления. В принципе, игра не новая. Я понимаю, что уже есть достаточно много других прохождений, других стримеров. Но все же, может быть, есть какие-то у вас комментарии, какие-нибудь советы по прохождению финального отрезка. Понимаю, в лаборатории уже все. Уже мы на финишной прямой. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Будьте активными, так сказать. И нам нужно найти G-вирус. Так. Получаем карту лаборатории. Так. Ну вот мы не можем с ним ничего сделать. Не можем посмотреть. Тут какая-то интересная в крови залитая койка. Но на этой койке никого нету. Журнал комнаты отдыха. Вход-выход. Понятно. Уже намекнули, что там будет один в зомбаре где-то сидеть. Так. Что-то взять. Что-то выкинуть. Вот думаю, может быть, эту пушку вообще выкинуть. То есть мы сейчас на новой локации. У нас сейчас тут будет много лута. И надо освободить место обязательно. Давайте храним, пока без понтово это все выглядит. Как-то так, наверное, оставим. А больше-то я нечего взять. Сохраняемся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!